Высота BB1 и CC1 от треугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. А. Докажите, что угол AHB1 равен углу ACB. B. Найдите BC. Если AH равняется 4, угол BAC равен 60 градусов. Для начала сделаем рисунок. Запишем данное. BB1 пемпинедикулярно AC. CC1 пемпинедикулярно AB. BB1 пересекается C1 в точке H. А. Докажите, что угол AHB1 равен углу ACB. B. AH равняется 4. Угол BAC 60 градусов. Найти BC. Рассмотрим сначала часть А. Построим высоту АА1 к BC. А мы знаем, что высота треугольника пересекаются в одной точке. Следовательно, высота АА1 пройдет через точку H. Ведем переменную. Пусть угол AHB1 равняется α. Угол AHB1 равен углу BH1, так как они вертикальные. Рассмотрим треугольник HBA1. Это прямоугольный треугольник, а следовательно сумма острых углов в сумме дает 90 градусов. Тогда угол AHBA1 равен 90 градусов минус α. Рассмотрим треугольник BB1C. Это прямоугольный треугольник. И сумма острых углов в сумме дает 90 градусов. Тогда угол BCB1 равен 90 градусов минус угол CBB1. Подставим сюда наше обозначение. Тогда угол BCB1 равен 90 градусов минус угол CBB1. А мы его ранее нашли. Это угол HBA1. То есть минус 90 минус α. Посчитав, получаем угол α. Тогда угол ACB равен углу α. И все это равняется углу AHB1. Что и требовалось доказать. Перейдем ко второй части. Рассмотрим треугольник ABB1. Это прямоугольный треугольник. А сумма острых углов прямоугольного треугольника в сумме дает 90 градусов. Тогда угол ABB1 равен 90 градусов минус угол BAB1. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Получается 90 градусов минус 60 градусов. И получается 30 градусов. А так как в прямоугольном треугольнике есть угол 30 градусов, следовательно катет лежащий против него равен половине гипотенузы. Тогда AB равняется 2АB1. Рассмотрим треугольник ACC1. Этот треугольник прямоугольный. И сумма острых углов в сумме дает 90 градусов. Тогда угол ACC1 будет равен 90 градусов минус угол C1AC. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Получается 90 минус угол C1AC минус 60 градусов. Получается 30. И опять же в прямоугольном треугольнике есть угол 30 градусов. Тогда катет лежащий против него равен половине гипотенузы. Отсюда следует, что AC равняется 2AC1. Рассмотрим два треугольника. Треугольник ACB и треугольник AB1C1. Для этих двух треугольников угол A общий. Также соответствующие стороны пропорциональны. Это из первого и второго пункта. Отсюда следует, что треугольники подобны. Треугольник AB1C1 подобен треугольнику ACB. Если две стороны одного треугольника соответственно пропорциональны двум сторонам другого треугольника и угол между ними равен, то такие треугольники подобны. А раз треугольники подобны, следовательно соответствующие стороны пропорциональны. Тогда у нас получается, что C1B1 так относится к BC, как сторона АВ1 к стороне АВ. Выразим отсюда ВС. Сторона ВС равняется С1В1 умножить на АВ разделить на АВ1. У нас есть соотношение под номером 1. Тогда у нас получается, что ВС равняется 2В1С1. Найдем сторону В1С1. Для этого рассмотрим четырехугольник АВ1ХС1. Вокруг четырехугольника АС1ХВ1 можно описать окружность, так как сумма противолежащих углов в сумме дает 180 градусов. Центр окружности будет лежать на отрезке АН. Так как вписанный угол АС1Х прямой, следовательно АН это диаметр окружности. Рассмотрим треугольник АС1В1. И напишем теорему синусов. Сторона С1В1 так относится к синусу противолежащего угла на синус угла С1АВ1, как два радиуса описанной окружности. Отсюда следует, что сторона С1В1 равняется два радиуса описанной окружности на синус угла 60 градусов. Два радиуса описанной окружности это диаметр. Тогда С1В1 равняется АН умножить на синус 60 градусов. Подставим нашу полученную С1В1 в ранее полученное выражение, чтобы найти ВС. Тогда ВС равняется два умножить на В1С1. Это АН умножить на синус 60. Посчитаем. 2 умножить на АН. АН это 4. Умножить на синус 60. Это корень из 3 на 2. Сократим. И получается 4 корня из 3. Запишем ответ. Часть В. ВС равняется 4 корня из 3. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.